Для населения тарифы на пассажирские перевозки устанавливает и изменяет правительство Красноярского края. Очередное решение депутатов по субсидированию перевозчиков вышло в июне 2017 года о том, что с 1 января 2018 года изменится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Сейчас на территории района организован 21 маршрут. Так увеличение в среднем составило 9,5% на междугородных рейсах. Пригородные рейсы протяженностью до 50 километров увеличение коснулось на 10,5%. Мы живем в период инфляции, то есть мы видим, насколько у нас увеличивается ГСН, запчасти, шины, стоимость шин. Соответственно, также мы должны индексировать зарплату работникам, перевозчикам, потому что с целью нашей безопасности у нас должны быть квалифицированные водители на автобусах. Кроме того, также что-то меняется и требования к перевозкам. Вот так мы, например, столкнулись с тем, что потребовалось установить везде тахографы на автобусах и также систему ГЛОНАСС. Все это дополнительные затраты. Тарифы установлены в целом для всего Красноярского края и не содержат в себе затраты из самих перевозчиков. Напомним, последнее изменение стоимости проезда в междугородном транспорте было в августе 2017 года. На сегодняшний день стоимость проезда от Богучан до Красноярска, будь то автобус, поезд или частный микроавтобус, примерно одна. В среднем она составляет около полутора тысяч рублей. На разницу стоимости в основном влияет уровень комфортабельности. Посредством социологического опроса мы решили узнать, какой вид транспорта пользуется спросом у жителей нашего села. На каком виде транспорта предпочитаете добираться до Красноярска? Я на большом автобусе, на таком комфортном, тепло, уютно, безопасно. На автостанции идет? Да, да, да. То есть в силу комфорта, да, выбор? Ну и безопасности, наверное. Как-то не гонит спокойно, равномерно. Ну не знаю, пусть лучше дольше, но домой доехать. Микро до дома, который довозит. Очень удобно. А, комфортно? Да, очень комфортно. Я так-то предпочитаю поезд. Поезд. А почему именно этот вид? Ну поезд можно как отдохнуть лечь. Когда хочу отдохнуть и выспаться, когда с утра дела, то на поезде. А так на маршрутке, конечно, быстрее. Микроавтобус. Да, потому что на большом автобусе не всегда удобно. Бывает обычно холодно. Вот. А на микроавтобусе вроде бы как быстрее. Ну и еще, конечно, смотришь, кто водитель, чья фирма. Многое значит. Все равно надежность перевозить всего. Да, да, да. На поезде. Почему? Да, в принципе, безопасность, не знаю. И как студенту удобнее вещи там перевозить. В микроавтобусе не всегда есть место, там что-то положить. Поезд? ЖД. Поезд? Да, поезд. Потому что возраст это раз, ножки, тяжело. И во-вторых, после всех этих аварий я раньше на микроавтобусе ездила, боюсь. Опрос показал, комфорт и безопасность для граждан превыше всего. А тем, кто дорого ценит свое время и не желает проводить в пути лишние часы, на помощь придут услуги авиатранспорта. Раз в неделю по пятницам осуществляется рейс «Богучаны-Красноярск» на самолете «Л-40». Стоимость полета составит около 3000 рублей. Евгения Логинова, Сергей Бегишев, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр». Богучаны.